МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старинные храмы и монастыри, святые источники и чтимые иконы, новомученики и подвижники благочестия, чьи судьбы связаны с этим краем. Сердобская епархия совсем молодая, но корни православия здесь уходят в седую старину. Первые церкви здесь, на Наровчатской, Вазинской и Зимечинской земле, появились около четырех столетий назад. За прошедшие годы не раз менялись границы уездов и районов, но неизменной оставалась любовь верующих к Церкви Христовой, которую не смогли уничтожить даже в годы самых страшных гонений. Пять лет назад собор Михаила Архангела в Сердобске, один из самых величественных храмов области, стал кафедральным. Здесь разместилась кафедра епископа Сердобского и Спасского, учрежденная по решению Священного Синона 26 июля 2012 года. В состав Сердобской епархии вошли православные приходы в границах Пашмаковского, Бековского, Белинского, Вазинского, Зимечинского, Калышлейского, Малосердобинского, Наровчатского, Пачинского, Сердобского, Спасского и Тамалинского районов Пензенской области. В первые же дни после учреждения Сердобской епархии в ее кафедральном городе побывал митрополит Варсонофий, управляющий делами Московской бедриархии, который некогда делал в этом городе свои первые шаги на пути служения православной церкви под руководством выдающегося пастыря Архимандрита Модеста. Сегодня посмотрел уже Сердобск. Там собор, конечно, замечательный, откуда, собственно, началась моя духовная жизнь. Я там прожил год почти в Сердобске, и там первые шаги делал в церковной жизни. Я там учился читать по-славянски, молитвы учил, учил там службу. И я увидел, сегодня собор прекрасно стоя и находится. То есть там не надо же строить собор, там он есть. Сейчас нам показали, какие будущие здания будут у епархии, которые замечательные. Я думаю, что этот город будет достойным кафедры архиерея. Вот так я бы сказал. И есть возможность у ладыки там потрудиться будущему, потому что нужно в каждом селе, чтобы у нас был приход, молитвный дом был. И я думаю, что это, конечно, протяженность остается, как бы от Сердобска до Спаска, да, там вот. А стоит, для всех епархий большая все равно же. Вот. Ну и слава Богу, три епархии – это нормально. Временно управляющим Сердобской епархией в течение первого года ее существования был митрополит Пенинский и Нижнеломовский Вениамин. В июле 2013-го Священный Синод избрал епископом Сердобским и Спаским архимандрита Митрофана, наместника Теренского Тихвинского монастыря, секретаря епархиального управления. Архиерейская хиротония иерарха состоялась на Соловках в праздник преображения Господня. И возглавил ее святейший патриарх Кирилл. И возглавится боголюбезнейший, избранный, лечебный, честный архимандрит Митрофан, и родонестатель всего епископа, благоспасаемого града Сердобска. Благодет святаго духа через нашу мерность производит тебя боголюбезнейшего архимандрита Митрофана, избранного епископа, благоспасаемого града Сердобска. Впервые за всю историю Пензы ее уроженец стал архиереем. Свои первые богослужения в высоком сане владыка Митрофан совершил в родном городе, в Успенском кафедральном соборе. Раньше мне приходилось, скажем так, сослужить при многих архиереях, и как-то все со стороны было знакомо, все было торжественно, все было красиво и благолепно. А сейчас вроде каждый шаг, знаешь вроде бы, что должен делать, но как-то каждый шаг с таким страхом и трепетом, потому что все это вот пока для меня ново, и, конечно, знаете, как вот настолько величественное это служение, что внутренне, конечно, испытывает страх и трепет. 31 августа преосвященный Митрофан вступил в управление своей епархией. Последний раз литургию здесь в качестве временно управляющего Сердобской епархией совершил в этот день митрополит Вениамин. Теперь он официально передал управление владыке Митрофану. В Сердобском соборе владыка Митрофан бывал с детства. Здесь служили его духовные учителя, архимандрит Модест и Иросхидиакон Ипполит. Теперь ему самому предстоит окормлять здесь многотысячную паству. Архиерийский крест очень тяжелый, и кто не знает, они думают, что это очень просто. Вот сейчас у него будут ночи бессонные, будут все время мысли, как лучше сделать. Он несет ответственность не только за себя, но за всех батюшек, за всю свою паспорт. Помогай им. Трудностей много. Не хватает духовенства, не до конца сформировано епархиальное управление. Владыка Митрофан прекрасно понимает все это, но надеется на помощь Божию. Может быть, как часто бывает, преподносят архиерею цветы. Розы прекрасные, цветы красивые. А если посмотреть, то они еще и с шипами, то есть они еще и колючие. Вот на сегодняшний день, пока, слава Богу, видно только эти красивые цветы. А то, что будет дальше, это уже, наверное, дело Божие, дело времени. Впервые под председательством епископа Митрофана собрались представители Сердобского духовенства в кафедральном городе на епархиальное собрание. На нем духовником единогласно избрали одного из старейших клириков, Митрофорного протеерея Бориса Окаракова из села Калиновка Пачелонского района. По его словам, чтобы воспитать достойных пастырей, нужно трудиться с детства. Нужна кропотливая работа именно с садикового возраста, чтобы ребенок уже понимал, что есть еще и духовная жизнь, не только материализм, который нас окружает, что видим и добро, но еще надо и духовно жить. Если ребенок хоть молитвы какие-то будет слышать, будет посещать храм Божий, с родителями что-то будет говорить о Боге, уже у него устремленность будет в совершенно иного плана. По словам владыки Митрофана, при каждом благочинном должны быть люди, ответственные за социальное служение, работу с молодежью, миссионерскую и катехизаторскую деятельность. Мне бы хотелось, чтобы пастыри были прежде всего, которые будут служить для Бога и для людей. То есть, чтобы пастырство заключалось в их внимании, в отзывчивости к людям. Ну и самое главное, чтобы они относились к своему послушанию, то есть к служению, с любовью, чтобы любили служить, любили молиться. Главным украшением Сердобской епархии, несомненно, являются ее монастыри. Пять монашеских обителей, три мужских и две женских, каждая со своей историей, со своими святынями и традициями. Это настоящие оплоты православия. Каждый год в день Тихвинской иконы Божьей Матери центром притяжения для богомольцев становится посвящен на этой святыне обитель в Вазенске. Без преувеличения можно сказать, что для небольшого и райцентра это главный день в году. Керенский Тихвинский монастырь был основан по указу царя Федора Алексеевича три столетия назад на святом роднике, где явилась икона Богородицы. 20 лет назад монастырь стал первой мужской обителью в новой истории Вененского края. Над его восстановлением, как никто другой, потрудился игумен Митрофан, который теперь возглавляет торжества уже в архиерейском сане. В 2014 году, чтобы разделить радость праздника, в монастырь прибыл из Саратовской митрополии епископ Балашовский Иртический Тарасий. Он оценил масштаб восстановительных работ, осуществленных здесь при Владыке Митрофане. Вы, Владыка, много потрудились для прославления имени Матери Божией своими делами. Мы знаем, когда вы пришли в этот обитель, что здесь все было порушено, уничтожено, как во многих обителях нашей Великой Матушки Руси. Спустя год впервые в истории Пензенской земли литургию возглавил иерарх сербской православной церкви, епископ Будемлянский и Никшичский Иоанникий из Черногории. Сербский язык с русским и особенно церковнославянским очень близок, поэтому языковой барьер не ощущается. И, конечно, объединяет вера. Впечатление величественное. Но я говорю по сербскому языку, потому что мой русский не так хороший. В советские годы обитель была закрыта, но не разрушена. Здесь располагалась школа-интернат. Один из ее выпускников, мэр Пензи Виктор Кувайцев, теперь здесь частый гость. Это место мне, наверное, по жизни помогает. Я как-то этим дорожу. Дорожу так честно, откровенно. Чем смогу, помогаю. В рождественских праздниках обычно мы с батюшкой участвуем. В 2016-м на торжествах в Ваденске впервые побывал епископардатовский и отяшевский Вениамин из Мордовской митрополии. Он признался, что постарается сделать свои визиты на праздник стиховинской иконы традицией. Настолько благодатность этих мест притягивает. Я увидел, насколько и монахи, братья этой обители, и прихожане возлюбили это место, которое Господь подарил им. И насколько они приукрашают своими стараниями и в молитве вот ту святыню, которая нас тянет сюда, которая привлекает и дает нам возможность здесь спастись. В начале 20-го века монастырь в Керенске, сегодняшнем Ваденске, был женским и при том самым многолюдным среди пененских обителей. Здесь подвязались свыше 500 монахинь, инокинь и послушниц. Сейчас живут 10 монахов, им помогают несколько трудников. Поэтому для продолжения восстановительных работ нужны не только средства, но и рабочие руки. Самое главное, конечно, пребывающие в обители люди, которые ради спасения души готовы потрудиться и не только материальным средствами помочь, но и личным участием. В 2005 году началось возрождение Казанской Алексеево-Сергиевской пустыни в поселке Сазанье под Сирдобском. Сейчас трудно поверить, но тогда здесь были только заваленные пещеры и святой источник под грудой мусора. Новая история обители началась по благословению архиепископа Филарета, управлявшего тогда Пензенской епархией. Он возглавил торжества по случаю десятилетия в пустыне, стертой с лица земли в годы богоборчества. Изменилось очень сильно, изменилось по-доброму, по-доброму, знаете. Хотя, как мы понимаем, в церкви мы не говорим о комфорте, об удобстве. Главное, чтобы были святыни, были храмы. Так, чтобы человек, приходя в обитель, чтобы он здесь душой отдохнуть мог от того, что происходит за пределами обитель. Восстановление святого места стало главным делом всей жизни Игумена Андрея, первого настоятеля пустыни в ее новейшей истории. В монастыре каждый год появляется что-то новое. Строится в храм в честь мучеников фифлеемских младенцев. К юбилею обители открыли памятник апостолу Андрею Первозванному, небесному покровителю основателя монастыря, старца Андрея Грузинцева, и его тезке Игумена Андрея, которому Господь судил возрождать святое место. Стараемся. Ну, хотелось бы, знаете, чтобы люди, которые сюда приезжали, не просто приезжали помолиться, потому что возможность молиться есть и в других храмах, и в других местах, а чтобы они находили какое-то духовное удовлетворение, успокоение, очищение. Поскольку это монастырь, и у нас здесь действует целый комплекс, люди могут приехать, причаститься, поисповедоваться, искупаться в источнике, приложиться к святыням в виде частиц мощей. Казанская пустынь очаровала народного артиста России Андрея Соколова. Еще во время съемок в Пензе фильма «Память осени» его создатели в свободное время решили съездить сюда и не смогли не вернуться снова. Теперь уже для того, чтобы снять картину, посвященную самому монастырю. Крестный ход длиною в 10 лет, так назвали ленту. История возрождения о Вителе рассказана как бы во время крестного хода, совершенного в июле 2015 года из Свердопска в Сазанье, когда праздновалось десятилетие возрождения монастыря. Так случилось, что с отцом Андреем у нас очень теплые отношения, тоже товарищеские, близкие. И при любом посещении Пензе, мы стараемся сюда приехать, очень подкупает отношение людей к тому, что здесь происходит, в частности отца Андрея, как он все занимается здесь своим таким трудом непростым. Вниманием паломников, туристов и съемочных групп не обделен и Наровчатский Исканов Печерный монастырь во имя преподобных Антония и Феодосия Печерских. Пещерам, которые когда-то ископали в горе насильники соседнего Троитоисканового монастыря более 200 лет. А протяженность подземелий самая большая в России. Было приезжать множество паломников, которые приходят, просят открыть им пещерный храм, просят помолиться в этом храме. Иногда и мне хочется как-то в уединении помолиться, и братья приходят в пещеры, чтобы побыть один на один с Богом. Сейчас трудно представить, но первые монахи пещерной обители не только молились, но и жили под землей. В крохотных кельях с каменными лежанками, выбитыми на пещерном и связнике изображениями святых и надписями на церковно-славянском языке. Пока найдены только три яруса пещер, в которых держится постоянная температура, немного выше нуля, чистый воздух и тишина. Братья сейчас молятся в деревянном храме у подножия горы и живет неподалеку. История пещерной обители неразрывно связана строится с Кановым женским монастырем, крупнейшим в Пензенской митрополии. Именно с него в 1989 году началось возрождение монашества в Сурском крае. Главная святыня монастыря – Трубчевская икона Божьей Матери. Ее написал в 1765 году священник Ефимий в городе Трубчевске. В октябре 2015 года в Троице-Сканово монастыре прошли торжества, посвященные 250-летию чудотворного образа и 25-летию взрождения святого места. Литургию совершили сразу четверо архипастерей. Возвращаются чудотворные иконы на свое законное место. Вновь возрождаются храмы. И нам этому почти никогда никто не препятствует, а даже все стараются помочь. Жемчужиной Пензенской земли называл Троице-Сканово обитель патриарх Алексей II во время своего посещения монастыря. Сейчас в этом вновь и вновь убеждаются все, кто приезжает сюда. У меня сегодня такой большой праздник. У нас сегодня участвует в нашем богослужении сон архиреев. Это 25 лет, прожив здесь, у нас еще такого не было. В 2016 году торжества в честь Трубчевской иконы возглавил митрополит Оренбургский и сороктажский Вениамин. Именно он возводил в свое время настоятельницу, мать Тавифу, в санэгумении. И сейчас всегда рад приглашению на норовчатскую землю. Здесь получает человек благодать. Здесь получает духовную радость. Здесь особый уголок, маленький уголок Царства Небесного. А мы все, кто стремимся, Царство Небесное, поэтому и сюда стремимся. Как подворье Троицыскановой обители в 2010 году начинал возрождаться Скрябинский Вознесенский монастырь в Калашлийском районе. В декабре 2016 года по решению Священного Синода он вновь стал действующим. Исполняя волю в священном начале, епископ Митрофан возвел настоятельницу монахиню Варвару в санэгумении. Благодать Всесвятаго Духа через нашу мирность Производит тягумению честные обители Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Варвару и гумению Аксио Мать Варвары стала пятой и самой молодой гуменией в Пензенской митрополии. Уже как настоятельница подворья она сделала очень много, а планов еще больше. Это и молитва, и реставрационные хозяйственные дела, и умножение числа насельниц. Конечно, молимся о том, чтобы Господь нам послал сестер, чтобы как-то и хозяйство немножко расширилось, чтобы огород был на должном уровне. Потому что, знаете, во всех монастырях все послушания, даже померзки какие-то такие черновые, как-то там огород, скотный двор, кухня, они на очень высоком уровне развитые. И мне хочется продолжать эти монастырские традиции. В Сердобской епархии полторы сотни приходов. Среди них и старинные храмы, история которых насчитывает несколько столетий, и молитвенные дома, которые обустроили в последние месяцы. Главный храм епархии – собор Михаила Архангела в Сердобске, построенный на рубеже 19-20 веков по проекту архитектора Алексея Салько и освященный священномучеником Ермогеном, в то время епископом Саратовским и Царицынским. В 2014 году впервые за 109 лет богослужение в храме возглавил архипастер из Саратова, митрополит Лонген. Собор-близнец нашего, Саратовского собора, князя Владимирского, который был построен в Саратове к юбилею, к 900-летию крещения Руси. А потом просто проектом воспользовались средовчане и повторили. У меня есть мечта восстановить Саратове, может быть на другом месте, потому что там сейчас на том месте, где он стоял раньше, сложно это сделать. Ну где-нибудь, может быть в новом районе, построить вот этот вот замечательный храм. Второй кафедральный город епархии – Спасск. Вознесенский собор здесь, как и в Сердобске, закрывался лишь на несколько лет. Огромный храм одновременно вмещает сотни прихожан. Изначально в нем было целых пять престолов. Справа и слева от боковых пределов – могила купцов-благотворителей, на средства которых и выстроили все это великолепие – Василия Бундикова и Николая Макова. Кованные двери, столетние росписи внутри и снаружи храма, и ослепительные на солнце кресты – до сих пор творение неизвестных мастеров прошлого впечатляет. В новых печурах Наровчатского района церковная жизнь не прекращалась даже в годы гонений. Здесь после войны был построен Успенский мальтирный дом, при котором подвязалась схемонахиня Сергия, духовная дочь священника Николая Балаховского и преподобно-мученика Пахомия Скановского. Сейчас в новых печурах – подворье Троицы Сканового монастыря. Троицкая церковь Ершова – жемчужина пензенской архитектуры. Храм был построен в имении графа Фразумовских два столетия назад, и несмотря на свою удаленность от больших селений и широких дорог, в советское время был местом притяжения для верующих. Богослужения в церкви с 40-х годов не прекращались, а кроме того, здесь долгие годы находилась чудотворная икона Божьей Матери, милующая, достойная есть. Веденская церковь Хованщина Бековского района в 2018 году отметит свое 200-летие. Она тоже была закрыта для православных лишь на 7 лет. Мало найдется в регионе храмов с таким оригинальным архитектурным решением. Интерьер украшают 12 колонн по числу учеников Спасителя. По имени Белинского района в советское время действовал лишь небольшой деревянный Покровский храм. В наши дни полностью восстановлена прекрасная церковь по имени Николая Чудотворца. Всего в старинном селе 4 дома Божия, и постепенно все они обретают былую красоту. Два храма восстановлены и в селе Трескино, около Шлейского района. По имени Рождества Богородицы и Рождества Христова. Около второго похоронен местный землевладелец, министр внутренних дел Российской империи Петр Турново. К столетию со дня его кончины в Трескино реконструировали мемориальный комплекс. Он достраивал его трапезную часть, это в 19 веке, а храм вообще начало 18 века. Мы восстанавливали этот храм, он был в руинах, оставались практически только фундаменты этого храма. Многих выдающихся сынов России помнят и Спасопреображенский храм в Зубриловке Томалинского района. Он является частью усадьбы князей Голицыных, где бывали поэты Гавриил Державин, Иван Крылов, Евгений Боротынский, художник Виктор Борисов-Мусатов. Крипте храма – семейная усыпальница Голицыных. Четверть века назад возобновились службы и в Троицкой церкви села Лепеги Спасского района, другом уникальном памятнике времен классицизма. Его своды помнят и последнего владельца села, князя Дмитрия Николаевича Цертолева, известного в конце 19-го столетия поэта, и его гостя, философа Владимира Соловьева, который именно в Лепегах впервые за много лет причастился святых христовых тайн. С блистательным родом Куракинах напрямую связана Никольская церковь в селе Куракина Сердобского района. Она была построена на средство владельца села, бриллиантового князя Александра Борисовича Куракина, и под ней погребен сын хромоздателя, барон Александр Сердобин. Эта церковь – единственная из всех построенных Куракинами, которая полностью восстановлена. Восстал из руин и Покровский храм в селе Черкасское под Калышлеем. Его реставрация стала делом всей жизни для Виктора Лазуткина, местного уроженца. Храм связан с дворянскими родами Любавских, Скрипицыных и Рихторов. А в 20-х годах перед закрытием здесь служил святой старец Иоанн Оленевский. В соседней с черкасским Старой Потловке восстанавливают церковь-школу во имя мученицы Аллы Годской – единственный храм в России, посвященный святой Алле. Его построила в конце 19 века благотворительница Надежда Рихтер в память о своей дочери Алле, умершей во младенчестве. В селе Большая Лука Вазинского района уже освящены и установлены кресты на купола восстанавливаемого храма Михаила Архангела. Он был построен по одному проекту с Успенским кафедральным собором в Пенде. «Имя Отца и Сына и Святаго Гобра». Возвращают былую красоту сельскому храму все вместе – благотворители и сельчане. На встрече вспомнили, как вышедшие всем селом на субботник жители выполнили самую грязную работу. «Пыли, грязи, а здесь птицами все было удобрено. Стали очищать, вывозить. Тогда вот мы пришли к выводу – храм здесь должен быть». За последние годы построены в Сердобской епархии и десятки новых храмов. Многие из них по величественности и благолепию не уступают старинным. Возводить церковь Рождества Христового Зимитчина начинали в 93-м, когда настоятелем прихода был иерманах Митрофан, ныне епископ Сердобский-Спаский. Из построенных с нуля в нашем регионе за последние годы Зимитчинский храм самый просторный. «Конечно, трудностей было очень много. Возводили всем миром этот собор, церковь нашу. Ну, здесь люди, людей очень много боголюбивых, благочестивых, которые искренне желали послужить не где-то в молитвенном доме, а чтобы был настоящий храм. Если бы прихожане не помогали, если бы они не вкладывали свою душу в строительство этого храма, то, конечно же, мы его не имели бы». Не такой огромный, зато очень уютный храм в Ушенке. Его строили тоже всем миром. В 90-е годы активные сельчане с просьбами помочь в возведении дошли до Святейшего Патриарха и Администрации Президента. «Мы раньше ходили в село Измару за 7 километров. Нам показалось очень трудно. Все уже годы наши. И мы собрались и поехали к Масягину. Была голова района. Приехали к нему. Сказали, нам нужен храм. Он сказал, давно надо. Я свою матерью. Каждый раз еду из Измара на работу, завозю Измару. А у вас такое село, вы храм не строите». Церковь Космы и Дамиана в селе Раёво тоже получилась на редкость благолепной. Больше 200 километров отсюда до областного центра. И кто бы мог подумать, какой дивный храм построили в этом дальнем уголке Пензенской земли. «Хотелось бы выразить, пользуясь случаем, слова благодарностью. Вот в первую очередь нашим бабушкам, которые на протяжении всего строительства реагировали на все отклонения, неправильные направления строительства. Принимали материалы в любую погоду. И как бы все это по доброй воле». Стройный деревянный храм святителя Николая Чудотворца украшает теперь центр Малой Сердобы. Для того, чтобы его создать, объединились сельчане самых разных профессий. До того приходилось собираться на службу в молитвенный дом, располагавшийся в здании совершенно для него непредназначенным. Без кситров и неравнодушных земляков не появилась бы и Архангельская церковь в селе Баранчеевка Спасского района. «Дело не только в самом строении здания этой церкви, а в том, что это дает нам толчок к возрождению, духовному возрождению. Кто будет ходить в эту церковь, кто не будет, но сам факт, что есть где душу отвести, где есть пообщаться со своей совестью, обратиться за помощью к Всевышнему, я думаю, что это очень огромное подспорье для нашего с вами духовного развития». Приход Никольской церкви в Каменке Башмаковского района, на границе с Тамбовской областью, тоже совсем молодой. Храм продолжает благоукрашаться. «Чтобы здесь было тепло и, самое главное, комфортно, и прихожанам, и самое главное, чтобы это было достойно и красиво. И вот благодаря объединению усилий всех, мы сегодня являемся свидетелями, что это обещание, то решение, которое мы принимали, оно исполнено». Почти 10 лет строили Никольский храм в Вертуновке. Он поистине стал украшением не только села, но и всего Бековского района. «Православие – это наша культура, это наша история, и забывать об этом нельзя. Я считаю, что если люди придут сюда, в церковь, если священники будут ходить в школы, рассказывать о истории нашего государства, о том, что российский народ – очень сильный народ, и он всегда своей духовностью побеждал». Возрождение православия на Серждобской земле продолжается. Открываются новые монастыри, строятся и восстанавливаются храмы, увеличивается количество духовенства. «Много, конечно, тех трудов, которые надо понести. Это и возрождение новых храмов, это и, конечно, подбор священнослужителей, клириков епархии. Это вот самое главное, потому что от того, какие, можно сказать, так, тружники на небе Божьей, такая и дальше будет уже и церковь, такая будет и паства, которую они смогут воспитать». В Серждобской епархии предстоит сделать еще многое. Ее история только начинается, а начинать всегда непросто. Но с помощью Божьей все возможно. Божьей все возможно.